Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, шалом алейхом! На этой неделе изучается недельная глава, которая называется Балак. Это отрывок истории, который записан в книге Бамидбар, чисел, начиная с 22 главы. По нашей традиции я читаю не из синодального перевода, из раввинистического, и вам же предлагаю следить за мной по синодальному переводу. Недельная глава начинается такими словами. Балак, сын Цепор, увидел все, что сделал Израиль самареями. Мавитяне очень испугались, потому что народ Израиля был многочислен. И мавитяне возненавидели сынов Израиля. Вообще, эта недельная глава очень яркая и очень насыщенная. Прежде всего, хочу обратить ваше внимание, что она называется именем человека. Во-первых, он не еврей, а во-вторых, человек весьма очень отрицательный. Балак, царь народа Мавитского. Напомню, как было дело. Мы с вами находимся в последнем этапе, можно сказать, путешествия народа Израильского по пустыне. Народ идет в землю обетованную. На пути их встречаются несколько царств. Несмотря на их нежелание с кем-либо воевать, цари этих царств принимают решение вступить в войну с Израилем. Сначала воюет одно царство, второе царство, третье. И вот приходит очередь воевать мавитянам. Проблема, как мы с вами прочитали, и царь, очевидно, это понимает, что мавитяне боятся Израиля. И потому ненавидят их. Что делать в такой ситуации? Ну, любой, наверное, полководец сказал бы, нужно поднимать дух своему народу. И царь Моава Балак принимает решение обратиться за помощью к человеку, которого зовут Билам. В русской библии он называется Валаам. Этот человек известен тем, что считался, по крайней мере, в то время таким очень сильным пророком, который может благословить, и тогда ты будешь благословен. Или, может быть, проклясть, и тогда ты будешь проклят. Я сейчас не буду говорить подробно об этом человеке. Если хотите, у меня есть видеоурок, вы можете найти его на ютубе, который называется «Балак Валаам-Билам». Урок, который рассказывает очень много о Валааме. Я хочу только обратить ваше внимание на то, что настолько царь Балак, который здесь у нас фигурирует, находится в состоянии глубокого испуга, что он принимает решение искать потустороннюю помощь. Он обращается к Валааму. Валаам, там после многих ходов попыток, я бы так сказал, остановить народ израильский и получить ту мзду, которая ему была обещана, делает, так сказать, некоторые шаги. И можно сказать, что результатом стало наказание, которое понес в дальнейшем Валам. И народ Моавицкий, собственно, тоже. Еще раз не буду здесь глубоко входить. Вы, если хотите, посмотрите улог, посвященный Биламу. Но результатом их совместных действий становится то, что на народ израильский приходит очень серьезное наказание. Очень серьезное наказание, в результате которого, и мы видим в конце нашей недельной главы эти упоминания об этом, 24 тысячи израильтян погибли. Смотрите. Здесь очень важный момент. С одной стороны, мы понимаем прекрасно, что Израиль заслужил то наказание, которое получил. Почему? Потому что они начали блудить сначала с женщинами моавитянскими, потом с женщинами медианскими, вместе с ними заниматься идолопоклонством. И наказание было результатом этого идолопоклонства. С другой стороны, мы, очевидно, видим здесь и роль внешних, потому что, безусловно, и Балак, и Билам вложили свою лепту в то, чтобы с Израилем это приключилось. Билам настолько хорошо знает духовные законы и разбирается в них, что дает совет, этот совет греховный, он неправильный, но он сработал. И тогда моавитяне посылали к ним, к израильтянам своих женщин. С другой стороны, Израиль находится в такой ситуации, что пренебрегает, поддавшись вот этим соблазнам, и совершает самое страшное, а именно идолопоклонство. И за это приходит наказание. Как же остановилось это наказание? Это тоже находится в нашей недельной главе. Некто по имени Пинхас. Мы еще будем о нем говорить в следующей недельной главе, потому что ему посвящена отдельная недельная глава. Но кто он? Человек, сын Аарона, потомок Аарона, первосвященник. Видя, что происходит в народе израильском. А надо сказать, что в Торе описано это не очень подробно. А вот, например, Талмуд добавляет очень яркие картины, которые абсолютно не влияют на смысл, но, может быть, позволяют осмыслить. Например, когда Пинхас увидел, что Замри, это один из величайших и самых почитаемых князей Израиля, уважаемый человек, взял Косби, принцессу Мидианскую, и пошел с ней в палатку. Для всех было очевидно, чем они собираются там заниматься. Он возмутился. Талмуд нам добавляет, что в этот момент как раз происходило то, что Виты и еще некоторые старейшины Израилевых, которые хранили верность Богу, собрались вокруг Скинии. Они рыдали, они плакали, они взывали к Богу о помощи. Здесь болящие люди, здесь грех, с которым Моисей ничего не мог сделать. И Талмуд даже описывает это так, что у Моисея было такое настроение беспомощности. Он не понимал, что он может предпринять, что сделать для того, чтобы все это остановилось. И вот тут Пинхас совершает это действие, когда он берет копье, заходит в палатку и пронзает одним ударом и мужчину, и женщину. И этим заканчивается наша недельная глава. Болезнь останавливается, люди перестают умирать. После того, как это произошло, после того, как Пинхас убил этих двоих и мор прекратился, что произошло с народом? Священное Писание нам напрямую это не открывает, но думаю, это произошло действительно. Почему? Потому что чаще всего действия пророков или действия мужей божьих, апостолов, они были направлены на достижение именно этого. А именно народ покаялся. Почему я делаю такой вывод? Потому что если бы они не покаялись, мор бы не прекратился. Если бы они продолжали грешить, мор бы не прекратился. То есть действительно действие Пинхаса было столь ярким и столь глубоким, что это произошло. Народ, увидев происшедшее, испугался, а именно Пинхас, который, будучи первосвященником, в глазах народа воплощал все то, что связано с храмом, его предстояние пред Богом, делало их вот этим щитом, который защищал их или который помогал им предстоять пред Господом. и совершив это действие, Пинхас привел народ к покаянию. Но об этом более, может быть, внимательно мы поговорим уже при изучении недельной главы. Благослови вас Господь! Шаббат шалум! КОНЕЦ